Намам Вишну Падая, Кришна Прештхая Бутале, Шримати Бхакти Веданта Свами Нитинне. Намасте, Сарасвати Деве, Говора, Вани Прочарине, Нирвише, Шушуни, Абади, Пасчетя Даша Терине. Джая, Шри, Кришна Читтанья Прабуни Тянанда, Шри Адвайд Кададхара, Шри Васли, Говора, Бхакта, Грина. Хри, Кришна, Хри, Кришна, Хри, Хри, Рама, Хри, Рама, 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 Хри, Хри. Третий блок сегодняшний называется «Регулирующие принципы, правила предписания, Саддана». Вот такое название. Регулирующие принципы, правила предписания, Саддана, Хри, Кришна, Хри, Рама. И какие у нас регулирующие принципы существуют, я думаю, мы слышали, да? Четыре регулирующих принципа. Вот микрофон лежит, пожалуйста. Вот вы возьмите этот микрофон и прочитайте с экрана в него, что здесь написано. Четыре регулирующих принципа архоманической культуры. Это отказ от мяса, рыбы, яиц, лука, чеснока, грибов и продуктов, содержащих эти компоненты. Отказ от дурманивающих веществ, алкоголя, табака, наркотиков, чая, кофе и какао. Отказ от недозволенных половых отношений. Отказ от азартных игр, как в роли участника, так и болельщика. Этим принципам до сих пор строго следует во многих брахманических семьях в Индии. Это естественная норма жизни, стихии добродетели. И то, что большинству современных людей Запада это кажется чем-то невообразимо сложным, это не более чем массовый предрассудок и привычка, воспитанная с детства. Да, вот такая история. То есть, что касается... Спасибо большое. Ну, включайте и кладите его. Что касается, допустим, мясоедения. Так-то, в принципе, эта привычка считается демонической привычкой. Но это не означает, что все вокруг демоны. Вот. То есть, есть определенная категория живых существ, людей, которые находятся конкретно в демоническом состоянии сознания. Это называется воинствующие атеисты. Понимаете, да? То есть, не просто атеист, не просто тот, кто говорит, что Бога нету, но который конкретно против тех, кто... Ну, конкретно против верующих людей, конкретно деструктивно настроен. Но таких людей, к счастью, не так много. Поэтому большая часть относится среди людей, ходящих по улицам, городов и деревень, относятся к категории так называемых невинных. Невинных. Эта категория упоминается в нектаре наставлений. Поэтому, действительно, это не то, чтобы люди нехорошие, а просто они так воспитаны и иначе не знают, как. Вот. Это касается вот этих вот принципов. И они названы принципами броманической культуры. Броманическая культура означает культура гуны благости. То есть, в Бхагавадгите объясняется, что в зависимости от того, какая варна, броманы, кшатрии, вайши и шудры, они, естественным образом, находятся под влиянием определенной гуны или комбинации гун. И броманы находятся под влиянием, преобладающим влияние сатвы. Вот. Кшатрии сатва плюс раджис. Да. Кшатрии тоже можно было мяту. Да. Да. Поэтому не просто сатва. Сатва плюс раджис. Ну и вообще, это отдельная история, что им нужно было. Самое главное, это не сравнивать себя с ведическими царями. Потому что мы живем в другую эпоху. То есть, что они там могли делать? И у нас другие обстоятельства. Значит, кшатрии сатва плюс раджис. Потом вайши, то есть торговец. Раджис плюс тамас. Ну и шудра понятно, да? Понимаете? Просто. Просто одна тамагуна. Одна тамагуна. Соответственно, вот когда человек следует этим четырем регулирующим принципам, это, видите, четыре раза написано отказ. Такие вот отказники мы. Да? Смешно, да? Смешно? Однажды мне рассказывали такую историю. Это в Украине было. Там, ну это было еще когда было вот это вот проводное радио. Такая розетка в стене туда. Суешь этот приемник, он там чего-то бурчит. Всякие новости. И там однажды пригласили преданных местных на передачу. И ведущая говорит, ну вот, мы позвали к себе в гости кришнаитов. Есть у нас такие люди. Расскажите нам, кто вы такие и чем занимаетесь. Это 90-е годы. И человек говорит, мы кришнаиты, мы не едим мясо, рыба, яйца, лук, чеснок, грибы. Мы не пьем, не курим, не колемся. Не играем в азартные игры, не занимаемся развратом. Кому интересно, присоединяйтесь к нам. Ну, наш адрес такой-то. Наш телефон такой-то. Вот. А? Это часть, часть того, чем мы занимаемся. Но это скорее больше к вспомогательным правилам относится. Главное вспомогательное. Вспомогательное в том смысле, что человек не обременяет себя, не нагружает себя абсолютно ненужной ему для духовной жизни, греховной кармой. Вот. Тут могут быть разные причины, разные, ну, мотивации, разные поводы, причины, почему человек решает следовать этим регулирующим принципам. Разные соображения могут быть, разные соображения приводятся. Если вы откроете книгу «Ведическое кулинарное искусство», то там, перед тем, как идут рецепты, там приводятся разные доводы. Один из доводов. Ну, допустим, на уровне грубоматериального тела. Это то, что будет страдать здоровье. Поэтому лучше мяса не есть. И там говорится и про всякие гнилостные процессы в теле, которые начинают там идти, про атеросклероз и про что угодно. Можно прочитать об этом. Также можно... Возможен такой вариант, что человек избегает мясной пищи рыбной, потому что ему жалко курицу, рыбу, корову и даже свинью и так далее. Всех жалко, поэтому вот из этих соображений. Вот. А мы почему это делаем? Потому что у нас ориентир в вайшнавской культуре, что Кришне понравится, а что Кришне не понравится. Если бы, опять же, если бы Шрива Парупада пишет об этом в комментарии, в девятой главе, в этом тексте, где перечисляется, предложи мне цветок, воду, листок, плод, и я это приму, если ты мне это с любовью и преданностью предложишь. Там в комментарии Шрива Парупада пишет, если бы Кришна просил мяса, мы бы готовили мясо ему. Это тоже была бы наша любовь и преданность по отношению. Но он не просит. Он не просит этого делать. Вот. Мы ориентируемся на то, чего хочет от нас Кришна. И Шрива Парупада приводит хорошее сравнение. Он говорит о том, что существуют разные живые существа в разных формах жизни. 8 миллионов 400 тысяч разных форм жизни. И все это, так сказать, братья и сестры в одной духовной семье. Это все. Господь Отец. Ахамбиджи Прадахпита. Он Отец, дающий семя всему живому. И формы жизни разные. Где-то есть формы жизни, где живое существо наделено интеллектом. Где-то не наделено. Разные бывают уровни развитости. Даже как в сказке. Старший мудрый был детина, средний был и так и сяк. А младший вовсе был дурак. И вот Шрива Парупада приводит, он говорит, вот есть Господь, Он Отец, есть братья. И насчет этого мясоедения. Это все равно, что если кто-нибудь из сыновей подойдет к отцу и скажет, вот у нас есть один, который младший детина. И как-то вот слабовато у него с его развитостью и так далее. Вообще бесполезный человек. Давай его прирежем. Давай его прирежем. Обращаясь к отцу. И понравится ли это? Это такие аргументы у Шривы Парупада в отношении мясоедения и так далее. Эта тема. Понравится ли отцу эта идея? Пусть даже кто-то бесполезный. Человек, вот, а зачем избавляться возникает? Или, допустим, он переводит похожую аналогию в Индии. Например, если кто уже ездил, можно видеть, как, ну, люди без определенного места жительства. Порой просто живут где-то на тротуаре. Просто вот лежат и так вот они, значит, живут на виду. И Шривы Парупада приводят их в качестве примера. Говорит, в принципе, тоже как-то вот их существование бесполезно. Но никто, никому не приходит в голову от них избавляться. Вот. И, соответственно, к чему это все? Да, то есть существуют разные причины, по которым возможно следовать регулирующим принципам. Это могут быть чисто ориентированные на себя причины. Потому что я не хочу, чтобы у меня страдало здоровье или усложнялась жизнь. Один вариант. Другой вариант больше. Я не хочу причинять вред окружающим, потому что окружающие будут страдать от этого. И третий вариант. Это все можно совмещать, эти все мотивации, они все могут быть. Третий вариант. Что Кришна хочет от нас, что Кришна от нас не хочет. О. Тоже пришли учиться, да? Я надеюсь, не помешаете. Надеюсь, давайте проверим. Давайте проверим. Интересно. А еще эти регулирующие принципы иногда называют четыре регулирующих принципа свободы. Их еще так называют. И у меня вопрос к вам. А почему их так называют? Как вы считаете? О чем речь идет? Как вы думаете? Потому что алкоголик не может, захочет пить. И он не может бросить. Ахочет пить. Пить. Да, да, да. Я запуталась. А если тут ты не пьешь, хочешь ты не пьешь. Ну как бы. Потому что она, наверное, от силовой боли. Зависимости нет, потому что. Да, потому что свобода от зависимости. А у алкоголиков, кстати говоря, если их послушать, у них все равно иногда бывает такая идея, что я обязательно брошу, но когда захочу. То есть типа у меня свобода есть. Но я не хочу. Да? Поэтому. Но он и не захочет. И в этом его не свобода. Что у него не возникает этого желания. Вот в чем дело. Понимаете, да? То есть свобода есть, когда возможен доступ, так сказать, и к тому желанию, и к другому желанию. Тогда возникает вариант выбора. Харе Кришна. Ура! Цветочный департамент. Харе Кришна. Очень хорошо. Итак. Ну и вот эти четыре принципа, они по-разному трактуются. Я могу прислать вам развернутую информацию о том, какие... Что это значит. Какие негативные последствия при несоблюдении возникают и для человека, и для общества. И какие причины следовать, и так далее, и так далее. Значит, отказ от мяса, рыбы, яиц, лука, чеснока, грибов. Ну вот лук, чеснок, грибы оказались в этом списке по той причине, что они находятся в гуне невежества. Поэтому они усиливают влияние гуны невежества на того, кто их употребляет. По второму пункту алкоголь, табак, наркотики, чай, кофе и даже какао здесь оказалось, какао-бобы. То есть шоколадки. Шоколадки оказались здесь, в этом списке. Почему? А? Потому что химически там тоже есть определенное, ну, вещество, которое вызывает зависимость от шоколадок и хочется снова шоколадку купить. Может быть, у кого-нибудь, кто-нибудь наблюдал или наблюдает за собой эту... Вызывает. Вызывает же, да? Вызывает. Видите, какая история. Глутамата натрия. А? Нет, глутамата натрия здесь не перечисляется, он во многих продуктах. То есть его специально туда подмешивают, чтобы зависимость была, да? Давайте вот возьмите микрофон и объявите, как это называется, вот эта штука, которую... Как она звучит? Давайте в запись, чтобы попало. Глутамат натрия. Глутамат натрия. Ну вот, то есть преданные. Теперь состав смотрите продуктов. И вот можно это иметь в виду. Иногда у преданных, тех, которые шоколадки любят, ну как бы в их кругах иногда циркулируют слухи о том, что GBC обсудила этот вопрос и приняла резолюцию, согласно которой это теперь полностью разрешено. Вот. Резолюция есть, это резолюция 93-го года. 93-го года. И там про шоколад прямым текстом написано, что его употреблять should not. Should not. И should not это не означает нельзя. Should not означает не следует. Не следует. Соответственно, поскольку формулировка такая, то кто склонен, тот этим и пользуется. Чтобы не поделить, понимаете, чтобы не разделить искон на два лагеря. Чтобы раскол не внести. Особенно, ну, на начальном этапе, потому что начинающих преданных в исконе, вот чаще всего бывает большинству, преобладающих количества. И чтобы вот на основе этого не внести раскол. Тем более, даже в исконе есть преданные уровня гуру и саньяси, которые шоколадки едят. Вот. И в принципе, это не такой уж прямо тяжкий грех, есть шоколадки. Но поскольку там все-таки кое-что содержится, то лучше этого избегать. А еще мне больше всего понравился аргумент, который привел Шрила Гопал Кришна Гаслами Махарадж во время зума Даршина, он просто сказал, что из-за шоколада портятся зубы. Вот. И я думаю, что этот аргумент сильнее может сработать гораздо, чем все остальное. Заходите, пожалуйста, Харе Кришна. Харе Кришна. Вот. Потому что, ну, кому нравится к стоматологу ходить, чтобы он там сверлил вам во рту, кому нравится, руки поднимите, пожалуйста. О, серьезно, нравится, да? А. Что? А, ну, вот. Вот те, кто давно не были, это, ну, означает, что, в принципе, стоит сходить. Потому что время-то ведь идет, и, как бы, обычно там накапливаются всякие процессы. Вот. Ну, да. Харе Кришна. Харе Кришна. То есть, видите, еще раз, есть регулирующие принципы, и разные есть поводы, почему следует. Забота о собственном здоровье, например. Или там, чтобы другим плохо не было. Или что Кришна доволен, недоволен этим. Хорошо. То есть, это позволяет нам. Это четыре наиболее грубых анардхи, так называемых. Четыре наиболее грубых анардхи. И, прежде чем принять духовное посвящение, преданный отказывается, вот такой вот он отказник, он отказывается от этих четырех вещей. Вот. И, ну, какой смысл просто отказываться? Отказываются в пользу альтернативы, которая лучше, чем то, что было до того. Да? Правильно? То есть, нужна замена. И на что же мы меняем это? То есть, мы отказываемся вот от этого вот. А взамен чего? Чего мы принимаем взамен? Кто скажет? Служение Господу. Из шестнадцать кругов Махамады. Харея Кришна. Харея Кришна. Очень здорово. Очень здорово. Потому что, ну, несоблюдение этих регулирующих принципов реально очень конкретно нагружает человека греховной кармы и через толщу, через пелену этой кармы. А что такое греховная карма или вообще карма? Это наше мировосприятие. То есть, есть определенные поступки, которые человек совершает, потом через призму этого он смотрит на жизнь. И вот через пелену, через толщу будет очень сложно прибиваться к солнцу сознания Кришны, к свету сознания Кришны. Очень сложно будет. Более того, в науке самосознания Шрифа Прагупада пишет о том, что нет вообще шансов на духовное самосознание у тех, кто ест мясо. Вот. То есть, в принципе. То есть, это грубейшее нарушение принципа Ахимсы. То есть, не насилие. Это грубейшее насилие. И когда, значит, так или иначе человек завязан в эту деятельность насчет того, чтобы прирезать брата Меньшова, да, который все равно бесполезен и так далее, то Господь на это смотрит, скажем так, очень неравнодушно. Очень неравнодушно. Итак, вот они, четыре регулирующих принципа. Это относится к гуне благости. Это еще даже не духовность. Да, да, да. Это еще даже не духовность, да. Вопрос. Микрофончик берите, пожалуйста. Вопрос по четвертому отказу. Да. Тут написано, отказ от азартных игр как в роли участника, так и болельщика. Я правильно понимаю, что преданные Господа вообще никак в спорте не участвуют, не за всем этим не следят? Это все греб. Ну, спорт же бывает азартный, а бывает не азартный спорт? Ну, например, какой-нибудь футбол. Тут, например, болельщика. А, здесь спортсово болельщика? Да. Ну, вы знаете, в Багово, там, в одном из комментариев, Шрива Парупада, конкретно про футбол, пишет, что это не то, чтобы там что-то греховное, а он это относится к категории idol activities, то есть бесполезных занятий. Ну, просто люди, что-то они собрались, гоняют мяч. Что у них в жизни от этого меняется? Не учили, то есть раджес какой-то, не учили, как вот в этой сказке про старика Хатабыча, не учили каждому по мячу просто раздать? И они уже тогда в сатвагуне, каждый со своим мячом. Да? А вот игра сломалась, потому что игра была основана на этой раджагуне, на состязании. Но когда у каждого появился свой мяч, помните эту всю историю, то... Но это было очень благостно. Это... А? Что? Сказки ложного, не далек. Да. Или в ближний аниматурчик приделать, да? А, да-да-да-да. Да. Харе Кришна. Так, а какой был вопрос вообще? Болельщики. А, болельщики. По футболу. По футболу. Ну, смотрите. Я не знаю, сейчас очень много всяких фонбет-ставок. Я правильно понимаю, что это нельзя ничего? Смотрите, еще раз мы возвращаемся к тому, что такое вайшнавский этикет. Это не то, что там набор норм каких-то, уставные-неуставные правила, можно-нельзя, что кто-то вам чего-то со стороны запрещает или не запрещает. Это внешняя сторона вайдхи-саддана-бакте. Просто те дела, которые мы делаем, действия, они либо благоприятны для того, чтобы росла бактилата, растов бакте, либо неблагоприятны. Это либо пустая трата времени, или, допустим, развитие какого-то настроения внутри себя, которое противоречит. Вот в этом суть. Не то, что кто-то прям, знаете, нельзя, запрещено, злые GBC запретили нам есть шоколадки и так далее. Не в этом плане. То есть это рассматривается с точки зрения, что благоприятно, что нет. Вот. Так, я опять забыл ваш вопрос. Ну-ка. А, болельщики, да, азартные. Значит, отказ от азартных игр. Широкий смысл есть в понятии азартная игра. Вот у нас есть... Это в тех материалах, которые я планирую вам прислать тоже. Не в этом файле, в другом. Вот у нас есть человеческая форма жизни. И у нее есть определенное предназначение духовно спрогрессировать. Когда человек... Ну, такая трактовка есть принципа азартной игры. Когда человек время тратит впустую, на всякую ерунду, то он играет с огнем, потому что неизвестно, когда жизнь закончится. И поэтому непонятно, к чему все это приведет. Какие-то отвлечения на всякую ерунду. Поэтому, в принципе, разные занятия, которые, ну, как бы, разбавляют или отвлекают, или усложняют, ну, это зависит, конечно, от каждого отдельно взятого практикующего. Потому что кто-то на своем уровне просто, ну, не сможет не разбавлять это чем-то. То есть духовная жизнь и конкретно, на какие-то стороны моей жизни, что мне вот нужно в моей жизни иметь это, это и это. Вот. Вот такой широкий смысл в этом во всем. Ну, конечно, всякие рулетки, карты и так далее. В чем их вред? В том, что человек начинает верить в его величество. Удачу вместо веры в Кришну. То есть смещение происходит, что моя жизнь зависит не от того, как ее устроит Кришна, и моя задача не в том, чтобы его удовлетворить, а моя Кришна направляема случаем. Понимаете? То есть кто управляет моей жизнью? Вот это вещь. Ну и раджес, конечно, и вот эти низшие эмоции. Жадность завязана на азартной игре. Жадность. Там, гнев или разочарование, если не выиграл. Само-возвеличивание, если выиграл. Я такой великий, так повезло и так далее. Или еще что-то в этом духе. То есть эти четыре вида деятельности, то есть нарушение регулирующих принципов, они в том числе стягивают человека в сферу определенных эмоций, низших эмоций. То есть это низшие гуны и низшие эмоции. И находясь в этом режиме функционирования сознания, достаточно сложно практиковать бхакти-йогу. Не скажешь, что совсем уж невозможно, потому что есть же люди, которые только встали на путь, и у них идет комбинация. То есть они постепенно осваивают эти регулирующие принципы и пытаются повторять Харе Кришну тоже. То есть это не противопоказание для повторения Харе Кришны, если человек вот как-то в это вовлечен. Но если человеку хочется серьезных результатов, то Харе Кришна, то надо вот это все прекращать. То есть следовать этим принципам. Быстро спрошу, последний разок. Давайте. А если человек не соблюдает что-то из принципов, но читает джапу, он оскорбляет, тем самым происходит оскорбление? Это зависит от того, ну как бы на каком он уровне и как давно практикует. Потому что одна история, это если он только что встал на путь и осваивает, а другое дело, если он, допустим, практиковал какое-то время или даже длительное время, а потом опустился. То есть туда или туда, спать от чего, да? Зависит от того, какая биография, точнее какая вот история его отношений с Кришной. И Шрила Парупада приводит простую аналогию с матерью и ребенком. Когда ребенок маленький, и он там машет ручонками и ударяет по маме, то обид никаких нет у мамы на него. Потому что он только начал, ничего не соображает и так далее, и так далее. То есть когда мы начинаем свой путь, у нас спрос со стороны Кришны не такой уж прямо большой. Но если мы уже что-то прошли и что-то поняли, то там уже все становится серьезнее. Одно дело, когда младенец, ничего не соображая, раскручивает конечностями. А другое, когда подросток бьет свою мать, например. Понимаете, да? Это 10-е оскорбление святого имени. Где? После многих. Ну, получается, когда. Ну, да. Это 10-е оскорбление. То есть после многих привязанностей, да? А, да, да, да. Правильно? Правильно говорите. Это правильно. Хорошо. А мы пойдем дальше. У нас осталось немного-немало полчаса для того, чтобы обсудить много-много всего. Так. Вот. Шрила Прупада говорит о важности следования регулирующим принципам. Давайте. Хотя нет. Давайте вот, Дима. Дима, берите микрофон и прочтите. И прочтите нам вот эти две цитаты, Я же не вижу, я слепую. А, ну ты подойди ближе тогда. Нет, пройти не могу. Совсем не можешь, да? Видишь? Два-два, да. Хорошо. И следовать. И следовать четырем регулирующим принципам не так сложно. Если вы хотите быть серьезным, такую деятельность следует прекратить. А иначе устраивайте фарс, делайте, что хотите. Я не могу защитить вас. Не смогу. А, я не смогу защитить вас. Это невозможно. Итак, если у вас серьезные намерения, вы должны следовать этим правилам и ограничениям. Только затем получайте инициацию, а иначе не устраивайте фарсы. Не устраивайте фарсы. Это моя просьба. Вилла Прабхупада лекция Шиман Бхагаватана 1.16.35 Гвара 28.07.74 Мой совет таков. Всегда повторять минимум 16 кругов и следовать четырем регулирующим принципам. Все мои ученики должны согласиться с этим, а иначе они не мои ученики. Мои ученики должны следовать этому. Неважно, живут они в бою или в аду. Вилла Прабхупада письмо Раджна Лакшна 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 18.07.76 Здорово, Дима. Спасибо, Харькиш. Что-то там на скриньку положили. Ну, это вполне справедливо. То есть учитель устанавливает принципы ученичества. Кто его ученик, кто не его ученик. Вот. И также он говорит если это не соблюдается и не смогу вас защитить это невозможно. То есть реально человек оказывается в сфере влияния этих низших гун в сфере влияния этой викармы, греховной кармы, которая завязана на нарушении регулирующих принципов. То есть принцип йоги, принцип связи, связи между гуру и учеником. За счет чего эта связь? За счет того, что ученик следует наставлениям гуру. Вот. Это со стороны ученика. Он следует наставлениям, он следует регулирующим принципам. Со стороны учителя. Учитель дает наставления, учитель молится за ученика и так далее. Вопрос в том, просто чтобы не отдавать себя на откуп вот этой вот стихии. Это стихия, это махамая, это материальная энергия. И сознание у человека действует очень по-разному. В зависимости от того, соблюдаются регулирующие принципы или нет. И сфера интересов тоже по-разному действует. Мальчик, заходи, учиться будешь. Крики Ришнан. Давайте, ребятки, садитесь, учиться будете здесь. Да? Будете учиться, ребятки? Как зовут? Как зовут? Матвей. Матвей. Тебя как зовут? Ксюша. Ксюша. Замечательно. Что, учиться пришли, да? Нет. Тебя как звать? Леша. Леша. Привет, Леша. Хорошо. Ну, как вы? Сможете тихо, да? Получится у вас? А то выгоним. Кори Кришну. Давайте. Так, идем дальше. То есть, вот, защита. Смотрите. Слышите, да? Что-то вы отвлеклись. Чего вы отвлекаетесь-то? Что у вас случилось? А, так, а где коврики? Где коврики? А, Дима, дай детям коврики. Сейчас вам коврики дадут, дети. Дети, сейчас на ковриках будете сидеть. Помоги им, Дима. Так, что у нас? Значит, еще раз. Дима, что так медленно ходишь? Давай быстрее. Нам учиться надо. Так, значит, я не смогу защитить вас, он говорит. То есть, еще раз, Шрила Пропада конкретно указывает на то, на каких условиях он, у него ученичество, кого он в учениках своих считает, и на каких условиях он может защиту оказать, обозначить. Потому что, ну, нельзя же требовать защиту от кого-либо, на любых, на своих условиях, правильно? Вот они вот такие. А что такое защита со стороны Шрила Пропада? Основная защита в том, чтобы быть способными помнить о Кришне. То есть, мы слушаем его наставление, выполняем его наставление. За счет этого получается соответствующий уровень сознания. И, ну, не следование регулирующим принципам, это такой замечательный способ это все разрушить. Очень эффективный и мощный. И Шрила Пропада отговаривает, отговаривает нас от этого. А мы идем дальше, смотрим, что у нас здесь есть. Тапаси позволит быстро прогрессировать сознание Кришны. И вот Шрила Пропада в письме пишет, без тапаси не может быть и речи о том, чтобы прогрессировать. И следование регулирующим принципам это тапаси. Тапаси означает аскеза. Но он говорит, если материальная природа для тебя до сих пор так привлекательна, и ты не можешь пожертвовать этим, то есть освоить эти принципы, тогда лучше брось все это и живи так, как хочешь, в другом месте. Но если ты хочешь называть себя преданным и служить Кришне, то тогда ты должен следовать четырем принципам любых обстоятельствах, без всяких исключений. То есть Шрила Пропада, в принципе, дает свободу выбора. Он не держит никого насильно в исконку. Это на ночь надо читать. На ночь? И с утра тоже. На ночь и с утра. Ну, прекрасно. Я говорю, этот файл у вас будет, будете читать на ночь и с утра. Что-что? Ну, нам нужно чат создать в ВКонтакте, обменяться этими контактами нашими, и тогда мы можем это все устроить. Да, Сырвовочный Пропад? Чего? Ну, то есть, зашли, что-то нужно, да? А, хорошо. А, детей забрать хотите, да? Нет? Может, вы их зовете просто, нет? Харе Кришна. Ладно. Без тапаси не может быть и речи о том, чтобы прогрессировать. Тапаси, аскеза, регулирующие принципы, это определенная аскеза. С одной стороны, аскеза. Но за счет чего преданный может это освоить? За счет высшего вкуса. За счет общения с преданными. За счет махамантры. Почему преданным удается это принять на себя? Пересмотреть свою диету, например. Или, ну, отказаться от выпивки. Отказаться от выпивки. И даже от, ну, ограничить себя в половых отношениях до тех рамок, о которых там говорится. Почему? Ну, потому что вкус, некоторые отражения вкуса получают преданные и силу духовную за счет этого общения. Если мы в обществе преданных находимся, тогда нам хватает силенок на то, чтобы держаться в этом стандарте. Если мы лишаем себя санги преданных, общения с преданными, то есть мы конкретно от этого зависим. По крайней мере, до того момента, пока мы в духовной жизни конкретно не встали на ноги, речь идет об уровне книжки, ручьи, твердая вера или вкус и так далее. Пока этого нету, наше сознание очень сильно зависит от того, кто вокруг. Очень сильно зависит от того, кто вокруг. Поэтому, ну, общение с преданными очень важно. Харе Кришна. Харе Кришна. Движемся дальше. Угу, угу. Так, это у нас что такое? А это у нас про Нияма-Граху. Про Нияма-Граху. Можете себе отметить в своих записях слово Нияма-Грахана. Нияма-Граха. Нектар в наставлении. Второй текст комментарий. Нияма-Граха. Нияма-Граха означает следование ради следования. Следование ради следования. Это четвертая, да, часть? Четвертая часть чего? Ну, первая. У нас был регулирующий принцип и правил предписания. Продолжается это все, да? Да, 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 то есть то, что я объявил сейчас после обеда, оно все до конца, оставшиеся вот 20 или, ну, я думаю, надо бы чуть-чуть, еще, может, минут на 10 подольше, если вы позволите. А, а, да, 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 да. А, да, да. А, да, да. А, да, да, да. Ну, да, то есть пришли позже, тогда, может, и закончим попозже. Не, Маграха, следование ради следования. То есть, что это означает? Это очень интересный момент. Мы узнаем про то, что нужна Саддана, мы узнаем про регулирующие принципы. И в какой-то момент ум, он так работает, ему проще все поставить на автомат. Ум так работает. Поэтому в какой-то момент вполне может, мы можем зайти в такую фазу, что вроде все делаем, но не для того, чтобы удовлетворить Кришну, духовного учителя и так далее. То есть, вот это понимание, оно может в какой-то момент улетучиться. А почему? А просто потому что надо. Потому что, ну, следование ради следования. Потому что надо. И все на этом. Ну, и это особо характерно бывает в какие-то моменты, допустим, у жителей храма. Все равно надо проснуться рано утром. Удастся добавить ли к тому факту, что надо рано проснуться, то, что я это делаю для Кришны, или что я потом повторяю махамантру для удовлетворения Кришны, или не удастся. С одной стороны, это здорово. Храмовая жизнь держит человека в определенных рамках. Это очень здорово. То есть, она его дисциплинирует, человека. И тогда человек даже на уровне просто какого-то неосознанного следования все равно продолжит и получит благо от повторений имахамантры, от мангала арати, от всего прочего. Но, если в долгую смотреть, в долгосрочной перспективе, то следование в духе неямограхи или следование ради следования негативно влияет на Бхакти. Шатбир Бхакти Винашити разрушает Бхакти. Второй текст нектара наставлений. То есть, если человек привыкает следовать просто потому, что надо, неосознанно, то тогда это не работает на полив Бхакти Ваты. Это не работает на полив Бхакти Ваты. И также другой вариант неямограхи, это не только следование ради следования, но и отказ от следования правилам. И это идет одно за другим. Сначала более или менее осознанная практика, потом делаю потому, что надо, а потом в какой-то момент действительно задумываюсь, а кому надо-то? И не находя ответа на этот вопрос, уже отказываюсь от саданы, или от мантры, или от регулирующих принципов, или еще от чего-то. Поэтому здесь вот в этом комментарии говорится, те, кто стремится обрести сознание Кришны, не должны во что бы то ни стало следовать правилам, по цели у которых является достижение экономического благополучия. Однако им необходимо неукоснительно следовать правилам священных писаний, предназначенным для развития сознания Кришны. То есть практика внешне может быть одна и та же, но внутренний человек может быть настроен на то, что, ну допустим, могут быть такие надежды, что Господь устроит мое экономическое благополучие. Но это не тот вариант, это не то настроение. И более того, в одном из комментариев к Бхагавадгите Шрива Прабхупада тоже пишет, к чему это ведет, если человек в основном ориентирован в своей духовной жизни, чтобы она дала ему экономическое благополучие. Один вариант. Бог не дал экономического благополучия. И человек говорит, нету вашего Бога и уходит. Один вариант. Другой вариант. Бог дал экономическое благополучие. И человек говорит спасибо и благодарный, потому что он достиг свою цель, тоже уходит. Потому что цель сводилась к этому. Понимаете, да? Экономическое благополучие хорошая штука, но если это вот ставить вот так, именно вот как основу духовной жизни, что Бог, он для того, чтобы мне его обеспечить, то нас, в принципе, могут ждать разочарование. Это мина, которую мы подкладываем сами под свою духовную практику, если видим именно такую цель, как основную. Идем дальше. Так, где скидем? Да, да, конечно, давайте. Значит, все-таки даже, ну, время, то есть, скромность нашей страны, как бы неосознанно уже со временем делать, да? То есть, каждый раз. Дайте микрофон, микрофон. Уберите микрофон. Само нач... Вот в самом начале, ну, в самом начале духовной практики, мы как-то начинаем осознанно, когда мы, если понимаем, да, нам уже дали, что это вот мы для Кришны и прочее. Со временем мы как-то это ослабевает, ну, привычка вот это, да, и ты уже действительно, ну, как бы забываешь, там, поешь программу, да, и думаешь, а что ты поешь, забываешь, да? То есть, надо реально осознанно просто себе каждый раз напоминать, что ты это делаешь? Забываешь, если не вспоминаешь. Ну, да, да. В общем штука. Да, то есть, все равно, ну, это что, это же прослеживается. Ты поешь, аарати, и потом, ба, а что ты поешь? А ты это пропел или не пропел? То есть, это ты уже неосознанно пел. Значит, как-то, ну, себя контролировать, да? Есть семинарию, прочитал Ватсала Прабу, он называется «Осознанный бажен». И там разбираются переводы каждой службы, каждая четверостишая разбирается, о чем это, какой духовный смысл и так далее. Надо бы это вам тоже прислать, да? Так, значит, это... Так, а я ручку-то не взял, куда записать-то? Или взять мои ручки? А, спасибо. Сейчас я себе запишу свои обещания, которые я вам успел дать. Значит, это у нас вебинар про... Хорошая ручка, зеленая такая. Вебинар про два вида веры, потом регулирующие принципы, расширенный вот этот вот материал. И сейчас что мы... А что мы говорили? Осознанный бажен Ватсал Прабу. Осознанный бажен. Так, мы, знаете, что сделаем? Давайте так. У кого есть страница в ВК, ВК, ВКонтакте, поднимите руки, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Так, держите, держите, не пускай. У меня есть. А, и у тебя есть, я знаю. У тебя есть. Я же знаю, что не поднимаешь руку-то. Хорошо. Так, замечательно. Тогда мы просто возьмем вот такой листочек и, ну, в конце, когда закончим, просто каждый напишите себя, как вас найти там. То есть... Это можно кому-то одному сделать? Почему докажите? И добавить все. Или добавить. А, это не может так. Или... Или как это сделать? А вы скажите, как вы к вам в друзья попросите, и что? А, в друзья ко мне попросите. Я вообще не умею. Нет, в друзья попросите не то. Надо группу создать, чтобы... Нам все подговорили. Да. А мы сначала друзья, а мы можем создать группу, а там столько других. Нет, мирные беседы там отдельно тема. Это конкретно касается этой общины. У нас отдельно. Вы на своем имя? Да, да, конечно, конечно. Тогда вот сейчас прямо так уйти. Нет, сейчас идет... Сначала мы это пройдем, закончим, потом решим этот вопрос. Ну, главное, что у вас у всех есть страницы в ВК. Это очень хорошо. Мы тогда сможем там собраться. Так. Продолжаем разговор. Что-что? Ладно, разберемся. Ну, вы поняли. То есть там надо будет нам тогда все это сделать. Вот. Не ям и грохам. Вот есть этот семинар в Атсову Прабу. То есть это стоит изучать. Изучать, в чем смысл этих служб, о чем поем. Что это за такая тарабарщина, которую, значит, поешь. А вот бывают случаи, человек, допустим, ходит лет 10 по воскресеньям на просад, поет какую-то тарабарщину, сам не понимает, что поет. Бывает же такое, и не задумывается даже, что к чему, зачем это надо. Мы взрослые люди, мы должны понять, что мы поем. Надо же, ну, как бы уважать себя. Может, там что-то не то, что надо. Может, мы ругаемся. А? Может, мы ругаемся. Вот. Хорошо, мы с этим разберемся, тоже идем дальше. Что такое ваидхи-бакти? Это преданное служение Кришне, совершаемое в соответствии с предписаниями, правилами шастр. В начале пути преданного служения наша вера не очень сильна, понимание того, как делать, следует, как нет, не очень развито, вкус к сознанию Кришны не очень велик. И, следуя регулирующей, регулируемой практике преданного служения, мы очищаемся, у нас просыпается, естественно, привязанность к этой деятельности. Это называется рагануга-бакти. Внешне мы будем следовать тем же правилам предписания, даже еще более строго, но внутри будем испытывать огромное счастье, осознавая, что служим Кришне. К этому можно прийти благодаря ваидхи-бакти. Вот. Ну, то есть, это надежда наша такая. Это, кстати, то, что нам продают наши духовные учителя тоже. Они нам продают надежду на то, что придет этот день. Но они не безосновательно это делают, они это делают на основе священных писаний, это же все подтверждается, это научный процесс. А, да, сами, сами тоже. Вот. Ну, то есть, это как, ну, с такой, с маркетинговой точки зрения, это товар такой, называется надежда, продать надежду на лучшее, на лучшее будущее. Вот. И мы слушаем эти рассказы, и у нас надежда снова, и энтузиазм, и вдохновение, и так далее, все это проявляется в нас. Но до этого ваидхи-бакти, регулируемая практика на основе шастер. Шастер говорит, а у нас вера в шастеру, чувство долга, и мы начинаем это все делать. А суть всех правил предписаний, вот он, вот такой текст. Давайте, вот, Югешвараприя Прабу, микрофончик вот лежит, вот он, микрофон лежит. Давайте, берите микрофон и вот прочтите этот текст, пожалуйста. Харе Кришна, Харе Рама. Кришна, Источник Господа Вишны. Надо всегда помнить о Нем и не забывать Его ни при каких обстоятельствах. Все предписания и запреты, упомянутые в шастер, должны служить этим двум принципам. Очень хорошо, спасибо, Харе Кришна. Очень хорошо. Ну, этот текст описывает, вроде бы как, постоянное памятование о Кришне непрерывное. Конечно, это не наш уровень. И поэтому, ну, старшие вайшнавы объясняют, наши местные, российские, объясняют, в чем разница между теми, кто полностью плавает в океане нектара в акти-йоге, как глубоководная рыба. Рыба Госпами сравнивает таких, которые реально, он их сравнивает с глубоководными рыбами. То есть, кто-то, ну, рыбы же разные бывают, какие-то глубоководные, какие-то на поверхности. И вот такие глубоководные рыбы. Чем они отличаются от нас? Тем, что в их случае грехом будет, если они вдруг в какой-то момент забудут о Кришне. Вот так помнил, 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 потом раз, отвлекся, нехорошо, ай-яй-яй, это на их уровне. А на нашем уровне грехом, ну, условно, не в буквальном смысле грехом, ну, оплошенностью на духовном пути, еще как-то это можно назвать, будет являться, если мы в положенное время о нем не вспомним. Имеется в виду, что вот есть утренняя служба, есть вечерняя служба, есть махамантра, какой-то промежуток времени, когда мы повторяем махамантру, и предполагается, что мы вроде как, ну, ну, должны соображать, что это про Кришну, по идее. Вот, и думать о нем или о том, что, по крайней мере, с ним максимально связано. Вот. То есть, вот это. У нас регулируемая практика. То есть, не ожидается, что у нас полностью все сознание и все 24 часа в сутках будут одуховотворены высокими. Мальчик, мешаешь, мешаешь, мальчик. Ай-яй-яй, не надо. То есть, не ожидается, что мы будем полностью в постоянном одуховотворенном сознании находиться, но ожидается, что в соответствии с предписаниями шастер, мы определенный кусок времени в течение суток конкретно выделим под партой. памятования, там, подслужения и так далее, и так далее. И, да, ну, дети, вы что, совсем, что ли, ошалели? Давайте-ка, все, все втроем выходите отсюда. Что это такое? Так, кто-нибудь их может успокоить или отправить? Давайте решать вопрос. Матоджи в очках. Матоджи в очках. Да, они сидят молча. Ну, пока не сидят молча. Посмотрим, ладно. Дети, вы хотите, чтобы у вас все в жизни было хорошо? Тогда сидите молча, ладно? Ага. А то благословлено. Да, да, да. Вот, значит, смотрите, вот еще раз, то есть есть, давайте выстроим это как систему у себя, там, в голове или в записях, или где-то еще. Есть разные правила, да, главные и вспомогательные, так? Есть разные процессы, которые мы делаем, главные и вспомогательные. И из всех видов служения, из всех наставлений духовного учителя, самым главным является, вспоминаем, что? Чтение джапы. Чтение джапы, от которой зависит наш духовный процент, прогресс на сколько? 99. 99 процентов, хорошо. Вот, ну вот есть главные всякие правила, джапа, божества, просад, проживание в святом месте, книги, вайшнавы, служения, общения с ними, главное. Есть всякие вспомогательные. Мыться надо по утрам, руки мыть, руки мыть надо каждый день, да? И так далее. Это вспомогательное правило. А вот из этих главных, в числе этих главных, даже есть еще самое-самое главное, точнее, это даже не совсем правило, это скорее ориентир, да, которому подчинены вот эти вот главные. Помнить о Кришне. Да, помнить о Кришне. То есть для этого и божества, и святое место, и вайшнавы, и книги, и святое имя для этого. Чтобы нас вот, чтобы это памятование было. И имя Кришна происходит от санскритского корня Каршин. Каршин означает тянуть, влечь, влечь к себе. Каршин. Поэтому Кришна переводится всепривлекающий. Ну, он, конечно, все привлекающий, но, конечно, есть вот эта инерция материальная, что привлекают всякие другие вещи тоже. И за счет главных, следования главным правилам бхакти-садачара, главным, которые хорошо работают при поддержке вспомогательных. Так? Мы при помощи этого пытаемся свой ум направить к лотосным стопам Кришны. Ну, и у нас это получается с переменным успехом. Там Джапа, божества и так далее. И два процесса одновременно происходят. И получаем, так сказать, капли нектара, духовного вкуса с одной стороны. Так, понемножечку. Вот. И помимо этого происходит очищение. Очищение, и за счет этого очищения вот эта вот, как бы, проводимость, проходимость, доступ наш к этой милости, к этому вкусу становится, становится, это все нам становится доступнее. Вот такие дела. Че, все, навсегда вышли, да, или как? Давайте запрем две. Бесполезно. Бесполезно, да? Это дети. Это дети. Хорошо. Ладно. Вот. Смартавьях сататам вишнуруби, смартавьон аджат учит. И так далее. То есть, вот, всегда помнить, никогда не забывать. Это не означает, что в нашем случае, что прямо вот забыл о Кришне, и так нужно себя это. То есть, не нужно этой паранойи. Это не наш уровень. Все время о нем помнить, по крайней мере, на данный момент. Но наше памятование проявляется в садане. То есть, есть круги, есть книги, есть, ну, служба. Утренняя служба, вечерняя служба. Надо вспомнить просто о нем. И вот если мы так вот на регулярной основе это делаем, изо дня в день, то тогда нам гораздо легче помнить о нем. Сознание Кришны – естественный процесс, лишь вследствие тяжелой и продолжительной болезни. Хорошо звучит, да? Тяжелой и продолжительной болезни материального существования. Да? После тяжелой и продолжительной болезни. Там, умер такой-то, да? Он поначалу кажется нам чем-то неродным. Но чистое преданное служение настолько привлекательно, что, общаясь с преданными, мы находим в себе силы попробовать сделать это и то даже через «не хочу». Не хочу. То есть, вот он, это проявление этой «Ваидхи садана бхакти». То есть, иной раз из чувства долга просто. И результат возвращается с Торицей. Мы получаем духовный вкус. Это усиливает нашу решимость совершать все новые усилия над собой, обучаясь чистому преданному служению. То есть, вот этот вкус, это вдохновение, которое у нас возникает, его не просто надо переживать, что «вот, мы в экстазе, у нас так все замечательно теперь». Вот. Вот эта волна, которая то сходит, то не сходит. Потому что мы татастха-шакти, опять же. То есть, иногда накатывает по милости кого-нибудь там, я не знаю, нарисим кшелограмму пробу, да, кто ходит, кто путешествует с ним, руки поднимите. Вот. Ну, знаете прекрасно, что там у него творится. Да. И как бы, вот. Ну, а волна, она как накатит, так и как бы откатит. Вот когда мы вот так вот, знаете, на подъеме в этом варианте, то эта радость, она не просто лично для нас, чтобы нам было вот хорошо, радостно. Это тот момент, когда есть смысл, ну, есть силы, хорошее духовное состояние, есть силы для того, чтобы что-то новое узнать, обучиться, совершить новые усилия и так далее. То есть, эту волну вот так вот ее использовать стоит. Ой, прилично, прилично. Идем дальше. Ну, сколько всего. Так, это мы говорили, главное, вспомогательные. Так, ну, мы, конечно, не будем все разбирать, просто вот то, что по программе предполагалось. Видите, сколько всего? Это очень интересная книга получилась. Так, когда следует ложиться спать и почему? Это нас отсылает к семинару Гасвами Махараджи по Айурведе 94-го года. Матаджи наверняка слушал этот семинар. Я еще до Айурведы не вызовалась. Нет, не добрались. Айурведы. Айурведы, 94-й год семинар. Это все есть в ВК. Там в ВК заходите, музыка, и там поиском можно найти все, что угодно. Что там пользователи туда загрузили в систему. Вот. И он говорит там в своих лекциях о том, что промежуток времени от 8 вечера до полуночи самый хороший для того, чтобы восстановиться не только телесно, но и ментально на уровне тонкого тела. То есть тонкое тело, ну или психика тоже можно сказать, психика, там, головной мозг, нейроны и так далее. Вот эта вещь сильнее всего восстанавливается именно в этот промежуток времени с 20 до полуночи. Вот. Поэтому если человек ложится спать поздно, то, конечно, он проснется и, может быть, себя будет нормально чувствовать на уровне тела, телесно. Может быть, он восстановит свои силы на этом уровне. Но если ум уставший, а уставший что означает? Есть впечатления за прошлый день, и они, эти впечатления, не переработаны. Не переработаны. И поэтому состояние сознания, ум, может быть нагружен этими впечатлениями. Ну, элементарная ситуация. Человек лег, скажем, где-нибудь ближе к полуночи и смотрел по телевизору новости. Новости. Ну, эти. С канала «Россия-24», вечернее что-то там. Ну, эти, которые там ругаются между собой, эти люди. Это не новости, это гадости и старости. Да, это вообще гадости. Ну, это как бы гадости под видом новостей. Вот. А потом он просыпается, человек, и у него в голове вот это вот все крутится, понимаете, да? Вот. Конечно, если ум не отдохнул, тогда оно еще сильнее крутится. Но даже если он отдохнул, оно все равно будет крутиться. Потому что что было вечером, оно отпечатывается. И оно влияет на то, что идет дальше. Поэтому вот Матаджи спрашивал, как Джапу читать. К Джапе готовятся с вечера. Вот это можно отметить себе в своих записях. К ней готовятся с вечера. То есть, фактически, она начинается даже не утром, она начинается заранее. В зависимости от того, что человек смотрел. Если он смотрел, как это Олег Геннадьевич Турсунов называет, сериал «Мертвые не потеют» смотрел перед сном, то это, конечно, окажет воздействие на его Джапу, когда он, ну, проснется, человек. Угу. Вот. То есть, вот это время с 20 до полуночи очень важное. Очень важное время. И несмотря на то, что, ну, как бы, всякие дела и работа и так далее, все равно надо попытаться как-то организовать свой день, чтобы находиться, чтобы суметь, чтобы, ну, получалось ложиться и затрагивать вот этот промежуток времени с 20 до полуночи на сон максимально, насколько это возможно. Если сейчас нет этой возможности, есть замечательный способ, который помогает, значит, в решении этой ситуации. Как вы думаете, какой? Как вы думаете, какой? Скажите поскорей. А то ведь это так... Долго будем гадать. Да? Потому что ложимся поднимать. Что, серьезно, да? Эх, фуф-фуф. Да, ну, надо с этим что-то делать. Очень просто все. Потому что надо, то есть для этого нужно молиться Кришне и Шриле Парупаде, чтобы он все устроил. Нет, серьезно, серьезно. То есть, если нам хочется их присутствия в нашей жизни, и, ну, у нас реально есть желание, и это желание завязано на служении Ему. То есть мы же не просто так, чтобы нам поспать подольше, а чтобы служить получше. То есть это входит в сферу Его интересов. Поэтому, в принципе, Он может помочь. Вот. Харе Кришна. Только надо, как бы, на это, как это преданные называют, замедитировать. То есть конкретно на это замедитировать, исходя из ощущения того, что это важно. И тогда это спустя какое-то время вполне может осуществиться. Да-да-да. Что же вы смеетесь-то? Все серьезно очень. Слуха времени уже просишь. Видимо, не хватает усилий. Может, как-то не сильно просите. И сила есть. Знаете, вот Матаджи Тревини, такая вот духовная сестра моя, она уже тело оставила несколько лет назад. Она как пришла в сознание Кришны, у нее такая история чудесная, она рассказывала. Она работала на какой-то работе еще там на рубеже 80-х, 90-х. И в какой-то момент устала от этого всего. И просто, ну, у нее ничего не было. Там алтаря какого-то, книжек, ничего. Она просто пришла домой и лбом об пол, и Господу куда-то наверх туда. Даже не знает, как он зовут, как, чего выглядит и так далее. Откуда он, какой он. Просто, о, Господь, пошли мне на конец нормальных людей. И Господь послал ей, ну, санкертанщика, нормальный человек. И он распространил ей книгу. И потом она вошла в это общество, ну, скажем так, более нормальных людей. Понимаете, да? То есть тут надо, чтобы желание было такое, хорошее, ну, интенсивное желание. Вот. Тогда человек начинает что-то менять в своей жизни. Так, ну, вот здесь говорится о том, что перед тем, как лечь спать, очень хорошо, если мы читаем книгу Шрилы Крупады. Она тут называется «Источник вечного наслаждения». Еще ее теперь называют Кришна. Кришна. Чтобы они пили горячее молоко. И еще тут вот предлагается сделать, провести такую медитацию, то есть вспомнить минувший день, что по милости Кришны удалось сделать, что нет. Какая внутренняя работа, какие обещания самому себе и другим, привязанности, что, от чего удалось избавиться, от чего нет. В общем, и вот как бы вот то, что происходит внутри, да, потому что внешне много о чем можно сделать. Можно много распространить книжек и напечь пирожков. Вот. А вопрос в том, что внутри. И вот в этой молитве духовному учителю предложить все эти плоды, которые мы своим сознанием совершали, предложить ему. И мирно лечь спать. Вот. Потому что это будет очень хороший финал дня. То есть он как бы подводит итог, подводит определенную черту прошедшему дню, причем духовную. Духовную. А что это вы так сидите? Испугались, да? Вот так вот. Сидите. Испугались? Я всегда в страхе пребываю. Ага. Кришна. Так. Какое время нужно вставать? Вставать нужно до четырех утра. Есть три или четыре письма Шрилы Прупады, где он напрямую об этом пишет. До четырех. До четырех. Это зависит, конечно, от нас, от каждого из нас. Если это не получается сейчас, то можно постепенно это освоить. То есть если это не получается сейчас, это еще не значит, что это не получится. Как, например, вот Шрила Гопал Кришна Махараджин однажды беседовал с одним человеком, который себя Богом обозначил. И говорит, а вот Кришна, он в Бхагаватам описывается, он поднял холм Гавардхан. А вот вы можете поднять холм Гавардхан? Он спросил его этого, который Богом себя назвал. И он сказал, что если я не могу поднять холм Гавардхан сейчас, это же не значит, что я не смогу его поднять когда-нибудь в будущем. Это он так попытался выкрутиться из ситуации. То есть такая как бы надежда, надежда у него. Ну, у нас тоже должна быть надежда, даже если это сложно, встать до 4 года. Если хочется это постепенно освоить, то это вполне возможно. Так, ну, тут написано, чего делать, когда проснулся. Нужно протереть пол, проветрить комнату, то есть навести сад вагон в помещении, помыться. Говорится о нанесении тилоки, потом говорится про повторение Харе Кришна. Вот тут вот интересный момент. Хорошо, если когда проснулся, вот так вот, или проснулся, проснулся, и сразу такой говоришь, Харе Кришна, как говоришь, или говоришь Харе Кришна Махамантру полностью. То есть просто с этого начать день. Еще преданные приносят поклоны духовным учителям. Если духовного учителя еще нет, они приносят Шриле Прупади поклоны. То есть прямо в постели лежа этот поклон совершают, произносят пранама мантру То есть таким образом оно начинается поклоном в день и заканчивается поклоном. И это не какое-то, знаете, монашеское правило, а в принципе любой человек, живущий у себя дома, тоже если хочет духотворить свой день, наделить его смыслом духовным, он тоже может этому правилу следовать. Это не какая-то привилегия религиозных фанатиков. Это можно делать, особенно если мы осознаем роль в своей жизни. То в принципе не так уж и сложно эти поклоны принести. Так. Столько всего. А, нет, это уже не надо. Это уже не надо. Так, ну здесь написано о том, как мыться. Я думаю, что это я вам просто пришлю. И также в чате в ВК. Там же есть функция аудиосообщения. Да? В чате, во ВКонтакте. Там есть функция аудиосообщения. Если у кого-то будут возникать вопросы, вы их просто можете туда надиктовывать. И мы можем разбирать их дополнительно. Я думаю, мы можем здесь вот так поступить. Хорошо, на часах 15.42 есть ли у нас какие-нибудь вопросы? Если они есть, берите микрофон. А потом мы составим список вас всех. Я уже подобавляла. Я уже сделала. Что вы сделали? Чат сделали в ВК? Да. И вы добавили прямо всех-всех-всех? Шесть только добавила. А, хорошо. Тогда, значит, преданный, подходите к ней и помогите ей добавить вас. Да? Нормально? Да. Вас тоже добавили. И меня добавили? Конечно. Спасибо. Все, тогда задача вообще облегчается. Я на Иванову, я на нее. Я же, наверное, вас добавила. Хорошо. Да, Матаджи, память-то особая у меня. Вас зовут как? Маша. Как? Маша. А, просто Мария. Просто Мария. Понятно. Хорошо. Ну вот, вот к ней подходите. И она вот, кому в чате нет, того, значит, и… Мария, позовите, кого вы добавили. Верпеть. И, значит, вот… Сейчас. Да? Ну, сейчас мы договоримся. Все, потом… Да, давайте, значит… Ну, что, вопросы-ответы сейчас, и после этого подходите к Марии, и она вас добавляет в этот чат. Давайте. Вопросы есть какие-нибудь? Да, то, что там, вот тогда вопросы возникли. Что прочитать? Нет, в чат. Вчебники такие дадите, чтобы почитать. А вам, мы в группе потом вам вопросы нададим. То есть, я могу этот файл спросить вам в эту группу ВК. Прямо вот закончится занятие. Ну, я завтра, например. А, в неделе встретиться, и задаем вопросы, которые возникли. А сейчас их нету? Пока понятно. Пока все понятно. Это хорошо. Есть честный практический вопрос. Давайте. Там было написано, что сначала надо прибрать в комнату, а потом принять убавление. Да. А я слышал, что наоборот надо сначала помыться самому, потому что если ты грязный, как ты ведешь чистоту? Да, это очень интересный вопрос. То есть сначала помыться, а потом наведешься грязный? Это да. Но штука в том, что уборка тоже оскверняет. Ну, по крайней мере, с точки зрения так называемой ритуальной чистоты. То есть того уровня чистоты, максимального уровня чистоты, который необходим, например, когда поклоняешься божествам на алтаре. То есть вот такой уровень чистоты, например. Поэтому, вот допустим, если человек в пуджаре, тогда гораздо практичнее сначала навести чистоту в помещении и потом помыться самому. И потом, тем более, если он помылся, а потом собирается уборку делать. То есть он помытый в нечистое помещение. И тогда, ну, на уровне вот этой ритуальной чистоты, эта чистота несколько снижается, его уровень. В общем, это такая очень глубокая философская проблема. Но решение заключается стандартное в том, что сначала, сначала, значит, нужно открыть эту форточку, чтобы свежий воздух был, чтобы освежить помещение и протереть пол, а потом уже переводить в порядок себя. Ну, можно, знаете, как, можно руки помыть, ну, просто руки помыть, чтобы чистыми руками это все делать, а потом уже мыться полностью. Вот. Харе Кришна, Владимир, есть ли еще вопросы? Нету вопросов, да? Главное, тогда Шри Шри Нитайчам, Регавра Сундара Киджайи, Шри Парупада Киджайи, Регавра Приманан. Давайте перенесем свои почтительные поклоны всем преданным слугам Господа, которые полны сострадания, падшим обусловленным душам и подобно тереям желаний, способны выполнить желания каждого. Банча Калпатру Бешчакри.